Всем привет, я Элли Ди, со мной мой кролик Эльза и сегодня вас ждет видео, что нужно для появления кролика в доме. Сегодня будут не только мои первые покупки кролику, но еще и те, которые я докупила через пару недель после того, как крольчиха у меня появилась, чтобы собрать все покупки воедино и теперь рассказать вам подробно о том, что же нужно для кролика. Подписывайся на мой канал и жми на колокольчик рядом с кнопкой, потому что на моем канале не только развлекательные ролики, но и полезные. Во-первых, это клетка. Это уже вторая клетка Эльзы, потому что у нас два этажа и на каждом этаже должна быть клетка, потому что таскать неудобно с каждого этажа. Поэтому давайте ее соберем сейчас и посмотрим, какая она вторая клетка. В этой клетке уже есть домик, но для начала его нужно собрать. Помимо домика есть еще пластиковая миска и поилка в виде бутылки с шариком. Вот такая новая клетка, она больше, чуть больше предыдущей. И здесь есть уже домик, вот он так выглядит, здесь на подставочке будет сидеть кролик. Как-нибудь о клетках я сниму отдельное видео, ну а мы идем дальше по списку покупок. В клетке обязательно должен быть туалет, так как кролики чистоплотные животные, они ходят именно в туалет. Туалет лучше угловой, так он занимает меньше всего места. У меня их два, потому что клетки две. Бывают туалеты с решеткой, как, например, этот оранжевый, а также без решетки, на мой взгляд, те, что с решеткой удобнее, потому что лапки остаются сухими, чистенькими и наполнитель не прилипает. Да, в туалете кроличьим должен быть наполнитель. Я в качестве наполнителя использую липовые опилки. Они неплохо впитывают, дают некий такой, знаете, аромат натуральный, достаточно приятный. И, в принципе, опилки нормально впитывают, короче, как наполнитель вполне себе подходит. Ни в коем случае не используйте опилки хвойных пород, потому что они опасны для этих животных, выделяют определенные смолы, которые вредят легким. Давайте поставлю туда туалет, чтобы Ильзе, если что, можно было куда-то сходить. Туалет лучше располагать в противоположной части от домика, так как кролики любят разграничивать пространство. Ну а этот в другую клеточку пойдет. Следующее, что понадобится для кролика, это вольер. Например, кроликов нельзя постоянно содержать в клетке, потому что это животные очень активные, и постоянное содержание в клетке значительно укорачивает им жизнь. Но кролики очень активные животные, и если вы их просто так выпустите по дому, то они сгрызут вам все провода, все, что только можно, могут навредить себе, вашему дому. Например, Эльза уже успела сгрызть один микрофончик мой вот такой вот маленький, пришлось второй использовать. Вот так вот, я чуть не осталась без микрофона, а ведь может и током ударить, убить. Поэтому я приобрела вольер. Этот вольер, он небольшой, невысокий, но у меня есть еще другой просто вольер, старый собачий, так скажем, Джинкин. И мне нужно было чуть-чуть, совсем, немножко вольерчика для, так скажем, выгула. Поэтому я купила вот такой небольшой, он цветной, и он без кучи вот таких вот продольных лесенок, что не даст возможность, если что, вскарабкаться на него. Вольер мне также понадобится для моего круглосуточного стрима, который скоро будет запущен, потому что мне нужно там ограничивать пространство от всех проводов и всего остального. Посмотрите, какой он в собранном виде, он абсолютно маленький, и я его вот таким образом закрывать не буду по кольцу, я буду его использовать как отдельную стенку, потому что мне примерно столько и не хватало по длине. Если же использовать его закрытый, то он отлично подойдет, например, для выгла морских свинок. Следующее, что потребуется кролику, это корм. В качестве основного корма у кроликов выступает именно сено, ни в коем случае не зерновые смеси. Кролики питаются исключительно сеном и травами, то есть луговыми травами. В качестве основного корма вот такие травяные гранулы, здесь только трава в составе. Я, к сожалению, не знаю, какой они фирмы, потому что это еще корм от заводчицы, поскольку первое время лучше не переходить так резко с корма на корм. А в качестве сена у меня вот такое сено. Сено нужно постоянно в неограниченном количестве кролику. Помимо того, что они питаются сеном, они еще и точат свои зубы, потому что если не будут точить, то они будут врастать. В общем, полный кошмар может быть. Нужно обязательно, чтобы в свободном доступе было сено. Следующее, что потребуется, это сенник и миска. В качестве миски я бы рекомендовала керамическую миску, потому что она тяжелая. И, например, вот такую миску, между прочим, с кроликом, я использую для воды. Для Эльзы, то есть наливаю туда водичку. Я не использую бутылку с шариком. Первое время я ее поставила, но потом поняла, что оттуда она пьет гораздо меньше воды. Прям совсем-совсем чуть-чуть. Но как только я налила в эту миску воду, Эльза стала просто постоянно оттуда пить, и она выпивает достаточно много. И, как я прочитала уже потом в дальнейшем, кролики вообще очень много пьют. Поэтому для воды лучше использовать именно тяжелую миску, керамическую. Также сенник. Для чего он нужен? Дело в том, что сено просто разбрасывается, как попало. И чтобы хоть как-то его собрать, существует такая штука, как сенник. Например, вот такой сенник вешается непосредственно на клетку внутри. То есть я изнутри ее повешу и запихаю туда сено. Отсюда кролик будет вытаскивать то, что ему нужно. Есть еще другого рода сенники. Это, например, вот такие подвесные сенники. Можно наверх вот так повесить на крышу, и кролику будет интересно оттуда вынимать и одновременно как бы развлекаться. Собственно говоря, кролики практически всегда, ну как бы, свободное время проводят в жевании сена. Поэтому, если это будет еще как-то интересно выниматься оттуда, то это займет время кролика. Следующее, что вам понадобится, это домик. В моей второй клетке домика нет. Для чего нужен домик? Многие считают, что он не нужен, что кролику не обязательно прятаться внутри. Отчасти это так. Но кролики любят отдыхать на некой возвышенности. И если в этой клетке есть такая возвышенность, то в моей той клетке ее нет. Кролики так больше себя чувствуют в безопасности. Существует, ну, несколько вариантов домиков. У меня есть и пластиковый, и деревянный. Деревянный я поставлю в другую клетку, а пластиковый, как дополнение, пойдет в трансляцию. Так как там будет достаточно много пространства, да и кролику будет любопытно полазить по разным поверхностям. Давайте же соберем деревянный домик. Вот такой получился домик. Я думаю, Эльза здесь будет очень удобно сидеть сверху. И, кстати говоря, когда у меня в соседней комнате, допустим, лает собака, и Эльза слышит, она еще не привыкла к Джине, она сразу же бежит куда-то прятаться. Поэтому домик для нее послужит вот таким вот укрытием, я думаю, будет очень удобно. Конечно, Эльза со временем подружится с Джиной, просто она еще маленькая, она еще и к нам-то толком не привыкла. Но о развитии отношений собаки и кролика вы узнаете чуть позже на моем канале, не пропустите. Ну, а мы идем дальше по списку. Ну, а теперь игрушки. Кстати, ребята, у меня есть лайв-канал, на него есть ссылка в описании под видео. Туда я ролики публикую каждый день, а то и несколько раз в день. Там сейчас очень интересные челленджи, обязательно заходите. Будем мы там с вами видеться. Что касаемо игрушек, для чего они вообще нужны? Дело в том, что кролики это очень активное животное. Ну, очень активное животное. Поэтому, если вашему кролику будет скучно, он сам себе придумает какие-нибудь игрушки. И этими игрушками могут стать предметы какие-то в доме, которые для этого не предназначены. Поэтому игрушки нужны. Две игрушки, уже с ними Эльза пытается играть. Я стараюсь привлекать внимание Эльзы этими игрушками, потому что тут как с собаками нужно именно научить играть. Это вот такие игрушечки, которые может кролик грызть и ничего ему не будет. Ну, то есть, они предназначены для этого. Вот такая морковка, вот такая ягодка. Также я купила несколько новых игрушек. Во-первых, вот такой вот плетеный мяч. Я думаю, он Эльзе понравится. Еще вот такой набор из двух морковок. Морковь и кукуруза. Этот материал кролик может грызть. Если что, он непременно будет грызть, безусловно. И еще вот такие вот две редиски. Как тут написано, три диски. Думаю, что они очень понравятся кролику. Кстати, эти игрушки и вообще все, что здесь было, я покупала в интернет-магазине Мир Корма. Если вы хотите узнать какие-то цены или другое описание подробно этих товаров, можете посмотреть у них на сайте. Следующее, что вам понадобится, это переноска. Переноска у меня вот такая пластиковая. Она, я так понимаю, и кошачья, и собачья, в общем, и кроличья подходит для всех. Такая стандартная. У нее красивый цветок, мне очень такой нравится. Здесь вот так стандартно закрывается. Она пластиковая, соответственно, грызи-не грызи, ничего не будет. А для чего нужна переноска? Для того, чтобы было удобно перемещать кролика. А будет куда перемещать? Потому что раз в 6 месяцев нужно посещать, на прививку водить кролика. Потом еще какие-то другие процедуры, может быть, стричь когти вы поедете или еще что-то. Короче, переноска это удобно. Просто так в сумке кролика не потащишь. Кстати говоря, отвечу, наверное, на один из самых популярных вопросов, которые возникают с кроликами. Это пахнут ли кролики. Скажу так, кролики не пахнут, наоборот, они просто обалденные, имеют аромат от своей шерсти. По поводу чистоплотности проблем нет. Они ходят в лоточек. Сто процентное попадание. И, если честно, мне с кроликом в этом плане даже проще, чем было с маленькой Джиной. Которой еще приходилось приучать к пеленке. И еще, что вам понадобится, это расческа для ухода за шерстью кролика. Потому что у них очень богатая шерсть, за которой нужно ухаживать. А если не ухаживать, то она может сваляться даже в колтуны. И еще это минеральный камень. Вообще, некоторые считают, что минеральный камень не нужен кроликам. Что он у них может вызывать проблемы с почками. Но тут очень расхожее мнение. Некоторые считают, что нужно периодически давать грызть камень и потом забирать. Я по совету заводчицы приобрела камень. Потому что у ее кроликов этот камень есть. Ну, не знаю, посмотрим. Я оставлять его постоянно не буду Эльзе. Но периодически буду класть и смотреть, как она его будет грызть. А вообще, растущему организму, безусловно, нужен кальций в гораздо больших объемах, чем взрослому, уже сформировавшемуся. Так что именно сейчас, наверное, стоит докласть камень. Ребята, а в следующем ролике вас ждет заселение кроликов в комнату питомцев. Мы вместе будем все там обустраивать. А потом в итоге запустим нашу круглосуточную трансляцию. Это было все, что нужно для появления кролика в доме. Подписывайтесь на мой канал и увидимся.